Здесь и здесь дома. Было бы логично поставить там детскую площадку. Будущие дизайнеры среды прорабатывают реальный проект на реальной местности. Студенты Института культуры представляют образ будущего парка 300-летия Барнаула в индустриальном районе. Пока это черновики. Зеленую зону, зону спокойного отдыха, зону спортивного отдыха. То есть его полностью зонирование сделать. Из этой парковки мы тоже сделаем вход для собак, чтобы люди могли выгуливать собак. Чтобы они не гуляли у нас по всему парку, а у них был отдельный вход и отдельное пространство. Ульяна предусмотрела в парке различные виды активностей. Лыжня зимой, летом дорожки для бега и велосипеда, детская площадка. А Елизавета вписывала парк в местами нестандартный рельеф. Поэтому Барнаул может увидеть непривычные элементы. Очень много обрагов, плюс очень много водоемов, которые в разные времена года могут пересохнуть. Именно поэтому мы решили предложить идею с подвесными мостами. Которые, кстати, не будут слишком высокими, для того, чтобы не было опасности. Подвесные мосты, они, наверное, еще и дешевле? В том числе. Вот так может преобразиться пустырь за Европой. Пару лет барнаульские общественники привлекают внимание к территории, которая планировалась под парк еще в советские годы. Сплачивают жителей, организуют субботники. Люди заинтересованы, однозначно. Близлежащие дома активно включились. У нас есть чат. Бизнес. Были у нас примеры. Нам помогали с транспортом. То есть вывезти мусор. Плюс привлекали переработчиков мусора. Мы очень много покрышек оттуда вывезли. По-моему, три газели мы вывезли только покрышек полных. А сейчас их активность дошла до совместной работы с Институтом культуры. Благодаря архитектурному сообществу к созданию образа парка подключили студентов. Мы предполагали дать им некоторую волю в том, чтобы не зацикливаться на идее парка 300-летия. И вот есть ребята, которые к этой идее не то, что ее совсем отвергли, но они сделали доминант в другом. И это тоже интересно. Когда есть конкретная практическая задача, есть четкие какие-то технические требования к созданию объекта, и есть возможность реального воплощения, это, наверное, самая главная задача при формировании профессиональных компетенций будущих специалистов. После замечаний профессионалов и пожеланий общественников, студенты внесут коррективы и через несколько месяцев презентуют проекты. Когда создание парка перейдет к практическому этапу, идеи молодежи рассмотрят и, возможно, даже учтут. А тем временем активисты направили заявку о включении будущего парка 300-летия в программу комфортной городской среды на 2024 год. Анастасия Драган, Алексей Фризин. День с толком.